Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Ереване возле отделения полиции, где вооруженные люди на протяжении нескольких дней удерживают заложников, произошли столкновения протестующих со стражами порядка. Демонстранты бросали камни в полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. Корреспонденты сообщили, что слышали выстрелы. Полиции удалось взять ситуацию под контроль, сообщается о десятках задержанных. Акция протеста около окруженного полиции здания с заложниками началась в среду. Ее участники требуют отставки президента Армении Сержа Саргсяна и передачи власти так называемому правительству народного доверия. 26 человек заживо сгорели в пассажирском автобусе после ДТП на Тайване. Об этом сообщает РИА Новоси со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайване. Автобус ехал в сторону аэропорта, когда столкнулся с ограждением и загорелся. Прибывшие на место пожарные расчеты смогли потушить пламя после 20 минут горения. Все погибшие туристы из китайской провинции Ляо Нинь. Сообщается, что водитель автобуса выжил. Страны-доноры на состоявшейся в среду конференции пожертвовали более 2 миллиардов долларов Ираку для борьбы с исламистами, заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Конференция стран-доноров проводилась в Вашингтоне с Соединенными Штатами в сотрудничестве с Канадой, Германией, Японией и Кувейтом. В ней приняли участие представители более 24 стран. Кроме того, Ирак получит военную помощь. Власти США планируют отправить туда дополнительно 560 военнослужащих для помощи в борьбе с экстремистской группировкой Исламское государство. Иракская армия планирует к концу года отвоевать у ИГИЛ город Масул. 22 мигранта погибли при попытке пересечь Средиземное море на лодке, сообщает Международная неправительственная организация «Врачи без границ». По данным организации, лодка дрейфовала недалеко от берегов Ливии. На ней находилось более 200 человек, которых переправили на судно, принадлежащее врачам без границ. На дне лодки в воде, смешанной с топливом, активисты организации обнаружили тела 21 женщины и одного мужчины. Всего в течение среды в ходе различных операций в Средиземном море были обнаружены и спасены более 2000 мигрантов. И к казахстанским новостям. В селе Березовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области от удара молнии погиб 38-летний мужчина, сообщил областной департамент ПЧС. Согласно информации ведомства, мужчина ехал на велосипеде, когда его поразил разряд молнии. От полученных травм пострадавший скончался на месте, уточнили в ДЧС. Футбольный клуб «Астана» пробился в третий раунд. Квалификация Лиги чемпионов, сообщает Нуркий Зет. Останчане во втором отборочном раунде Лиги чемпионов обыграли у себя дома литовский «Жальгерис» со счетом 2-1. Напомним, первая игра завершилась в Вильнюсе со счетом 0-0. Следующим соперником «Астаны» может стать победитель пары «Линкольн» – «Селтик». Первый матч закончился победой «Линкольна» со счетом 1-0. Суд номер два по уголовным делам Актюбе выдал санкции на арест троих местных жителей за недонесение о готовившемся в городе теракте. Поводом для ареста стало то, что актюбинцы, заранее зная о готовящемся акте терроризма, не донесли о преступлениях в правоохранительные органы, сообщили в областном суде. Под арестом они пробудут до 12 сентября. Напомним, 5 июня группа религиозных радикалов напала в Актюбе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских. В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, 9 задержаны и арестованы. Областной Экимат срочно ищет теологов, готовых на индивидуальную работу с приверженцами радикальных взглядов. В области сейчас работают 11 специалистов, однако еще требуется как минимум 5 высококвалифицированных проповедников. Им в напарнике дают специалистов из органов занятости, которые должны вовлечь верующих в госпрограммы по трудоустройству и переобучению. В то же время в областном Экимате опровергли информацию о том, что родственникам террористов, участников июньских событий, была оказана материальная помощь. Октябрьские антимонопольщики занялись расследованием ситуации по повышению цен на сахар. В настоящее время компаниям-поставщикам направлены запросы для выяснения причин, были ли это обоснованные меры или имел место ценовой сговор. Напомню, в начале июля стоимость белого песка резко подскочила до 320 тенге за килограмм. В настоящее время килограмм сладкого продукта в октябре можно купить за 251-259 тенге. Сайт www.riktv.kz. Самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова